Приветствую вас, дорогая церковь, еще раз очень рад, что мы церковь, очень рад за гостей, за каждого, кто пришел. И вы знаете, когда я размышлял о проповеди, я вспомнил одну историю жизни. Во вторник у нас проходит эволюционное служение. Это возле, на остановке Банхофа, там, где люди выходят, там, где собираются люди, которые зависимые, наркоманы, алкоголики. И Володя и ребята, которые ходят на это служение, они говорят с людьми там. И вот когда я подошел туда, я там познакомился с одним человеком, его зовут Миша, Михаэль. Когда мы с ним говорили немножко, я ему рассказывал о Боге, я посмотрел на его внешний вид, на его куртку. Она была в ужасном состоянии, он сам в ужасном состоянии, его брюки были порваны на коленах, вот здесь, вот здесь, они были все порваны. Я к нему подошел, он говорит, слушай, приди вот завтра сюда, я тебе принесу брюки. Он говорит, мне не надо они, они у меня, это нормально для меня, это мой образ жизни. Я весьма удивился, да, его ответу. Вчера у меня было похожее состояние на состояние этого Миши. Вот так может быть в нашей жизни не видно, мы можем хорошо быть одеты, но у нас есть внутренняя борьба в сердце. У нас есть переживание сердца, и когда ты вспоминаешь вот такие иллюстрации, ты понимаешь, что вот эта одежда, это всего лишь видимый знак того, что происходит в сердце. И когда вот эти иллюстрации, данные Богом, ты вспоминаешь, ты пытаешься что-то сделать, чтобы поправить. И вчера у меня была внутренняя такая, знаете, война, ее никто не видел. Я вчера был обижен на Бога, я вчера расстроился, там, Боже, почему ты допустил, почему так вот могли сказать, почему так родные, близкие люди. И я варился сам в себе вчера, где-то расстроился, где-то переживал, где-то не знал, пытался найти ответ. Но знаете, чему обрадовался? Что вот в этом состоянии я смог прийти к Богу и сказать, Господи, у меня сейчас мое сердце может быть порвано, такой же, как та одежда этого Михаила. Я хочу ее привести в порядок, я хочу, чтобы мое сердце было в порядке, и я хочу, чтобы перед тобой ходить открыто, быть таким. Я не имел в виду так, как думали, я не имел в виду так, как, может быть, кто-то не понимал, но я знаю, что было у меня в сердце. Я думаю, что каждый, сидящий здесь, он переживает, чувствует эту войну, это переживание. И тему до этого момента я подготовил, и она у меня уже была записана. Но вчера, вот в этот момент размышлений войны, я ее просто переписал, я ее назвал по-другому. Я назвал ее «Бог ждет тебя» или «Вернись домой». Интересно, вот в такие моменты внутренней борьбы никто себе даже не может представить, что он оставляет дом отца и начинает заниматься своими делами, раздражаясь, гневаясь, имея какие-то обиды. Он уверен, каждый человек, как я вчера был уверен, что я в доме отца, но в этот момент я уже начал поступать не так, как отец хотел от меня. Вы знаете, это для меня был видимый знак и понимание, что я вышел за пределы отцовского дома. Я уже пошел по своей дороге, потому что я уже начал поступать так, как я хотел. У меня появились внутренние какие-то эмоции, амбиции. И я просто эту тему переделал, потому что я понял, что из нас каждый верующий человек, он может быть либо в семье отца, либо в моменты гнева, раздражения, обиды, прикосновения к какому-то мгновенному греху или еще чему-то, или по желанию своей похоти он может выйти из дома отца и этого не понимать. Но я это понял вчера четко. Знаете, я очень благодарен Богу, что есть Дух Святой, который обличает, который показывает, который дает силу, когда ты приводишь себя в порядок, когда ты возвращаешься, и ты радуешься тому, что ты сделал, потому что этому радуется Бог. Одно выражение, которое я записал, намного легче внушать тысячи истин другим, нежели ощутить силу одной истины в собственном сердце. Можно их рассказывать кому хочешь, можно делать все, что хочешь, можно быть мудрым в своих глазах, но ощутить силу одной истины в собственном сердце – это огромное благословение. И эта истина – это то, что у нас есть Бог, спасающий, который ждет и хочет помиловать каждую душу. Он хочет каждую душу обновить. Вот сегодня Саша привел эти места Писания, придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Дорогая церковь, мы с вами те люди, которые имеем эту тяжбу, эту суету, эти печали, их никто не видит, их никто не знает, может быть, а может кто-то видит и знает, но зато мы знаем, это в нашем сердце, и это знает наш любящий Иисус, наш любящий Отец. И эта вчерашняя борьба, она мне дала возможность задуматься и посмотреть на себя по-другому и Бога увидеть по-другому. Кто помнит из вас, как когда-то сбивался с пути? Кто помнит, как кто-то терялся, когда не знал, куда идти, когда просто останавливался и понимал, что все, жизнь закончилась, я в тупике? Я думаю, мы с вами это переживаем. Я хотел задать вопрос, как вы думаете, почему человек сбивается с пути? Почему человек может заблудиться? Есть какая-то этому причина? Давайте мы с вами откроем одно местописание, 2 Петра, 2 глава, 15 стих. 2 Петра, 2 глава, 15 стих. Написано, оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Ваолама, сына Васорова, который возлюбил Мзду неправильно. Интересно, что такое заблудиться? Само слово заблудиться, то есть мы можем сейчас немножко вернуться в то состояние, когда мы когда-то попадали в тупик, когда мы не знали, куда нам идти, и мы сейчас просто поймем, вот прочитая это местописание, тут написано, оставив, вопрос мой, почему человек может заблудиться? Смотрите, оставив прямой путь, идя по другому пути, пошел по другому пути, и была привязанность сердца, возлюбил Мзду неправильно. Интересно, слово заблудиться, греческий перевод, очень мне понравился. Написано, обмануться, прельститься, обольститься и уклониться. Смотрите, родные, мы с вами можем быть все в этом состоянии, будучи верующими. Мы можем с вами находиться в таком состоянии, и мы можем что-то подобное переживать. И вдруг я иду по этому пути, иду прямо, и раз, остановка, тупик. Что делать? Вчера был тупик в моей жизни. Что делать, Господи? И когда ты понимаешь, что в жизни каждого из нас есть что-то подобное, и когда мы понимаем с вами, что у нас у каждого есть выход, мы начинаем на эти вещи смотреть по-другому. Смотрите, Библия нам четко дает иллюстрацию. Мы с вами много раз читали историю блудного сына, но в этот раз я на историю блудного сына посмотрел совсем по-другому, потому что я раньше думал, что блудный сын – это я, а я точно знаю, что блудные дети – это мы. С вами. Сегодня. Потому что сегодня в нашей жизни мы можем так же отходить от Бога, так же оставлять Бога. Один молодой парень, о котором мы думаем, это у нас близкий человек, которого мы вырастили, выненчили, который пошел и стал самостоятельным, и начал падать, и упал. Он сказал такие слова. И я начал падать тогда, когда перестал читать Библию, когда стал достигать своих целей. И упал, и сегодня у него проблемы. Сегодня мы с вами точно такие же люди. У кого-то внутренний гнев, у кого-то обиды, у кого-то клевета, у кого-то зависть, у кого-то раздражение, у кого-то еще, у кого-то подозрение. Много всего происходит в нашей жизни, но Бог нам через моменты понимания своего, Он открывает нам сердце. Иногда мы не понимаем, что мы любим то, за что держимся. Почему человек не может изменить характер свой? Потому что он держится за это и не понимает, что он уже находится не на территории Отца. Давайте мы с вами откроем Луки, 15 глава. Мы прочитаем историю. Мы не будем всю историю читать, мы пойдем по стихам с вами вместе. 15 глава Луки, 11 стих. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Смотрите, здесь мы видим с вами тайну, которую Бог нам открывает. Тайну о нашем состоянии, о состоянии нашего сердца. И это слово было направлено как раз, направлено сегодня к нам с вами, потому что мы точно так же можем быть в этом состоянии, в котором был блудный сын. И мы можем в этом состоянии находиться очень долго. смотрим два сына. Это мы с вами. Один такой, другой такой. Достаток, воспитание. Воспитание росли, родители воспитывали, мальчики становились мужчинами. Сегодня у нас много детей. И в нашей церкви мы это тоже видим. Ребята воспитываются, они становятся взрослее, они становятся самоувереннее, они становятся самодостаточными. Особенно начинает старший с младшим воевать. Где-то старший не так, младший хочет быть старшим. У меня Даник с Лерой всегда. Это я, это Лера, это я, я могу. Это нормальная вещь. Это то, что мы с вами переживаем. Младший уже начинает себя всегда чувствовать немножко по-другому, не так, как старший, потому что, когда есть старший сын, он начинает чувствовать себя неуютно в доме отца. Он хочет себя реализовать, а не может, потому что ему не дает старший сын, не дает ему сделать это отец, отец, потому что отец понимает, что у него есть вопросы. Он понимает, что есть хозяйство в доме отца, которое ведет отец, есть мужья, папы, которые воспитывают своих детей и понимают наши дети, что папа ответственный за дом, в котором мы живем. Интересно, знаете, как мой Даник говорит? Я себе записал, папа, ты в доме главный. Откуда он это взял? Как-то в моей жизни было что-то подобное. Папа, ты в доме хозяин, ты мужчина. А это Богом вложенный фактор. И это переживают наши дети, это переживают, это я переживал. Интересно, младший, когда видит старшего, он всегда становится, начинает понимать, вот ему больше дано, у него больше есть, потому что он старший, ему папа больше доверяет. Вот сейчас, наблюдая наши семьи, наблюдая детей, даже мой Даник с Лерой, то же самое подобное происходит. Братья, у которых есть сыновья, то же самое происходит. И то же самое происходит в нашей жизни. Мы ничем не отличаемся сегодня. Самое интересное, что наши дети, они видят, как устроено хозяйство у отца, как устроен полный дом. Блудный сын видел, как все у отца в доме устроено. Он знал, как отец его воспитывает. Он хотел себя реализовать по-другому, но не мог, потому что отец не давал ему возможности, потому что у него был старший сын. И вот что происходит в жизни младшего. Младший почувствовал что-то в сердце своем. Он почувствовал то, что ему хотелось бы быть другим в доме отца. И он произносит страшные слова, которые записаны в 12 стихе. Он стал уже подрос, стал гордым, стал самоуверенным, стал такой, знаете, уже уверенным в себе. Мы когда с Данькой идем по улице, он говорит, папа, я знаю, как идти. Я останавливаюсь на светофоре с ним. Он говорит, папа, я знаю, когда перейти. И это то, что живет в нашем сердце. И вот 12 стих, он как раз говорит о том, что было очень страшно и печально, и больно по отношению к отцу, к нашему Богу, когда мы можем точно так же, как дети, как сыновья, поступать по отношению к нашему отцу. Он говорит, дай мне все принадлежащее мне имение. Он произнес страшные слова. Папа, я устал от тебя с твоими требованиями. Папа, я не хочу, мне не хочется приходить домой, потому что ты постоянно в своем порядке, ты меня учишь, как правильно делать. А я понимаю, что это всего лишь то переживание и то сердце, которое было сердцем блудного сына. Это было точно в моей жизни, точно так же. Это сегодня точно так же в нашей жизни. И вот эти слова, которые он сказал, дай мне, это не просто слова, это страшные слова. И эти слова, они являлись не детской просьбой, а это было взрослое требование. Дай мне. Папа, дай мне. Ты должен мне дать. Все имеют, и я хочу. Это то, что сегодня происходит в нашей жизни. Я посмотрел на эту притчу немножко по-другому и просто понимаю, что сегодня мы каждый можем находиться в этом состоянии. Сто процентов. Интересно, если перевести на нашу христианскую сегодня жизнь, то взять любого христианина, который уверовал, который идет, то можно сказать, что у каждого верующего, как у этого ребенка, был духовный уже возраст, у него уже была уверенность в себе, как у нас, у многих верующих, есть уверенность в себе. Ее не отнять, ее хватает. Она есть. И он знал, что делает. И мы с вами знаем, что мы делаем. И он стал недоволен отцом. Он стал недоволен отцом. Вчера было что-то в моей жизни подобное. Я не был недоволен Богом, но я был недоволен то, что Бог мне послал в этой жизни. Я думаю, часто мы садимся, как у разбитого корыта, и решаем подобные вопросы, не можем разобаться все, что происходит в жизни. Но никогда не думаем. Я не думал так, что когда сын сказал, дай мне это страшные слова. Я хочу жить так, как я хочу. Что вы тут мне рассказываете? Вы уже отстали от жизни родителей. Вы уже старенькие. Даник говорит, папа, ты уже старенький. У нас развитие другое. Я думаю, каждый переживает что-то подобное. Я думаю, если не переживает, вы переживете это. Потому что это смысл. Это смысл блудного сына. Это смысл наш, который Бог нам вложил в наше сердце. Это великая трагедия. Трагедия, которая может возникнуть в нашей жизни. Это трагедия отцов и детей. Это трагедия греха, которая разрушает каждую семью. Это то, что сегодня делает дьявол. И знаете, вот если взять нашу жизнь, нашу церковь, знаете, можно быть уверен. Я много лет в Господе. Я много лет в вере. И вдруг стал недовольный Господом, своим положением, своими родителями, своими пастырями, которые просто постоянно меня призывают не оставлять собрания своего. О чем они говорят? Это же свобода в Иисусе Христе, это же демократия. Почему мы должны делать так, как они говорят нам? Папа, почему я должен со всеми здороваться, как говорит мой Даник? Я хочу здороваться с тем, с кем хочу. Я не хочу здороваться, с кем здороваешься ты. Ну и много таких вещей, которые есть в нашей жизни, которые мы начинаем себе просто ставить на пьедестал свою жизнь. Начинаем об этом думать. и начинаем делать, как сделал блудный сын. Он словами сделал много. Дай мне. Наша вера, наша жизнь, она устроена из слов. Дай мне. Смотрите, постоянная нехватка чего-то. Мне не хватает этого. Мне надо, чтобы у меня было, как у него. У него это и я хочу. Папа, дай мне такую же игру, как у моего друга. Минтендо, Нитендо, как оно там называется. Смотрите, а мы сегодня просто переводим жизнь этого блудного сына на себя и смотрим, что чем мы отличаемся сегодня от этого блудного сына. Чем сегодня мы отличаемся от наших детей. Чем сегодня мы другие? Ничем. Мы все похожи. Мы все одинаковы. Вы знаете, мы часто говорим, это мое. Это мое. Это мое. Мы привыкли брать. И часто наша жизнь с вами, жизнь верующих людей, к сожалению, это так, но это радость, что сегодня Бог открывает мне и дает это понимание, что часто мы можем об этом не думать, но мы можем это понимать и понять, что наша жизнь начинается со слов дай мне и никогда не заканчивается словами спасибо или благодарю. Бывает такое? Да. Я своего сына учу. Сына, ты просто должен научиться тому, чтобы благодарить всегда. Папа, чего я должен? Ты же должен мне, как папа, дать. Чего я должен благодарить? Все твое мое. Ого-го! Смотрите, блудный сын, дай мне интересные вещи. Одну мысль, которую я записал, которая очень сильно мне понравилась, запомните ее, пожалуйста. Главное, это не имение отца, а то, что в доме отца, в его мудрости, в силе, славе и присутствии. Как важно, чтобы мы, как дети Бога, как наши дети, мы поняли, что главное не то, что Отец имеет, а главное, это Отец. Отец, Бог, мой Спаситель, мой Иисус Христос, Он главное в жизни. Я хочу просто сделать так, чтобы это было так. тогда приходит другое понимание. Тогда совершенно другие мысли, совершенно другие действия. Я не хочу иметь то, что имеет Папа, я хочу иметь Папу. Это дорогого стоит. когда мой Отец погиб, я точно так же думал. Все Папина, все мое, он мне должен. Но когда мой Папа умер и погиб, мне, знаете, как не хватало его. Мне хотелось, чтобы он мне по жопе дал, в ухо дал. Мне хотелось, чтобы он мне сказал, ты должен это сделать, чтобы ты меня научил. Мне хотелось, чтобы он меня обнял. просто обнял. Но это было утеряно. Сегодня может это быть утеряно в нашей жизни, в жизни верующего человека. И сегодня не исключено, что люди сегодня принимают Иисуса Христа или думают, что они Иисусом Христа, с Христом, при этом не знают Его. Это не исключено, сегодня это факт. Почему? Потому что остаются строптивыми, остаются гордыми, остаются обидчивыми, непримиримыми, не могут прощать, самоуверенными, гордыми. Дай мне! Я хочу уйти. Я хочу уйти. Я хочу жить без тебя. Ты мне не нужен. У меня есть свой фокус жизни. У меня есть свой план на жизнь. Как этот сын сделал? Он сделал точно так же. Как мы сегодня можем сделать? Мы можем сделать точно так же. Что произошло? Он стал центром своей жизни. Вся жизнь крутилась вокруг него. Сегодня мы тоже можем хотеть, чтобы Бог вокруг нас крутился. Чтобы не мы были, крутились вокруг Бога, а чтобы Бог крутился возле меня, чтобы Он мне давал, что я не попрошу, чтобы Он делал все, как я хочу. Как сегодня мы можем быть похожи на этого сына? Мы можем точно так же кричать в сердце своем, мало топать ногами, когда моя дочка падала, кричала, папа, хочу! Чем я сегодня могу отличаться от нее? Точно так же могу поступать. Мало! Дай мне еще! Я хочу, чтобы у меня было лучше! Я знаю, что мне делать! Вы отстали от жизни! Серьезное требование! Что сделал отец? Он разделил имение, он сказал, на! Бог нам делает подобное. Если мы требуем от Него, Он говорит, на! Готов ли ты это понести? Готов ли ты понести то, что ты просишь? Готов ли ты? Готовы ли мы с вами взять и нести? Готовы ли мы с отцом это делать? Готов ли мы с отцом это делать? Интересно, Бог в своем слове сказал очень серьезные слова. Но перед этим, когда я их зачитаю, мы подумаем, ну смотрите, вот это состояние, в котором находится Сын, Он вроде как хочет благословения, вроде как мы с вами хотим благословения, что-то просим, что-то требуем, что-то где-то топаем ногами и понимаем, что это для нас благословение, и оно нас печалит, нам становится от этого плохо, мы теряемся, мы начинаем гневаться, раздражаться, нам становится больно, обиды, непрощения. А в притче 10.22 написано, благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Это не то благословение, когда я хочу, получил, и опять у меня депрессия, и опять у меня недовольство, и опять у меня непрощение. Это не благословение, благословение печали не приносит, оно обогащает, оно дает радость и жизнь, оно дает смысл жизни, потому что в этом участвует наш Иисус Христос, наш Бог. Как можно сегодня все перепутать? Что сегодня для меня благословение? Сегодня мы можем с вами называть благословением, я записал свои деньги, подарки, приобретения, машины, туда-сюда и много всего. И при этом говорит, смотри, как меня Бог благословил. А порой не хотим заметить, как со всем этим приходит разочарование, боль, печаль, конфликты и много другого. в Божьем Царстве благословением является что-то другое. Во-первых, это духовное. Это духовное. И у нас есть четкое подтверждение этому, написано в Римлянам 14, 17, Царствие Божие, не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Нельзя больше ничего добавить к этим словам, только сказать можно Аминь. И это духовное благословение. И Бог четко нам говорит об этом, что, смотрите, мы можем видеть блудного сына, мы можем понимать, мы можем быть много лет верующими, но при этом мы можем находиться в варианте блудного сына и быть как дети, при этом думая, что взрослые, и даже, может быть, не имея Христа. Но Бог говорит в Матвея 6, 33, Он говорит, ищите прежде Царствия Божьего и правды Его, а остальное все приложится. Духовное благословение это искать Отца, это искать дом Отца, это быть в доме Отца, это держаться за Отца, это хотеть, чтобы Он обнимал, это хотеть, чтобы Он наполнял Духом Святым, это хотеть читать Слово Божие, это хотеть, быть не гордым, строптивым, самоуверенным и самонадеянным, это быть тем, кто является смиренным, а к этому нужно прийти. И Бог говорит, это труд, ищите, 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 Он говорит, придите ко Мне, все труждающие, невозможно искать, если нет нужды, тебе не надо будет это делать. Это четко. Сын взял все в свои руки. Смотрите, сегодня в наших семьях, сегодня мы можем брать все в свои руки. Он взял то, что Ему не принадлежит, и это не благословение, это проклятие. Проклятие, это взять не в свое время то, что Мне еще не принадлежит. Папа, Ты мне дай, пожалуйста. Я говорю, сыночка, когда Папой не будет, все, то, что есть у Меня, я тебе оставлю. Папа, я хочу сейчас. Как важно, как важно провести эту параллель, что мы, как верующие люди, можем быть подобны, в подобном состоянии, мы можем идти этим путем. Это серьезно. Смотрите, написано в 13 стихе, написано, по пришествии многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Но перед этим я еще, мы будем дальше идти, я хочу вернуться и привести пример Саула. Он взял в свои руки то, что ему не принадлежило, он сделал то, на что ему Бог не давал разрешения. Вы помните, когда тучи филистимлян сгустились, он взял на себя миссию священника и понес, пришел жертву Богу не в свое время. Вот это неблагословение. Помните, концовку Саула, это проклятие, это смерть, концовка Саула. Вот это сегодня для нас очень опасный путь, взять не в свое время то, что мне не принадлежит, то, что сделал блудный сын, того, чего он захотел, чего часто хотим мы с вами, чего часто хочу я. Отец, ты должен мне дать эту машину, она же должна служить Богу. никому ничего не должен. Мы должны, я должен. Дай мне хорошую работу, Иисус. Помоги мне сдать экзамен. Интересно, парадокс, когда люди до экзамена в церкви нету, когда еще перед экзаменом они появляются в церкви, молитесь за меня, чтобы я экзамен сдал хорошо. А где ты до этого момента был? Чем сегодня мы можем отличаться от блудного сына? Ничем. И 13 стих, еще раз мы вернемся к нему, написано, по пришествии дней, по пришествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Дальняя страна, это не Божья страна. Дальняя страна, там, где властвует грех, там, где живет дьявол, там, где он правит. И вот многие, кто хотят что-то подобного, я пошел, я знаю, как мне жить, он идет в дальнюю страну, там, где дьявол может украсть душу, там, где нет границ, там, где распутная жизнь, там, где желание похотей, там правит дьявол, но не Бог. Потому что до этого момента, когда он был с отцом, он был на территории Бога, на территории отца. И отец имел защиту, он защищал своего сына, но когда он пошел в дальнюю страну, он пошел в страну, там, где не было Бога, там, где было распутство, там, где было угождение. Сегодня многие ребята, которые уходят от Бога, они идут в дальнюю страну, попадают в наркотики, тратят все деньги, остаются у разбитого корыта и не знают, как быть. Сегодня мы с вами можем быть 10 лет верующие, потом пришел штресс в жизнь и уже не верующий. Мы можем в конфликтах жить и не понимать того, что мы идем в дальнюю страну. Там властвует дьявол, он ходит, как рыкающий лев, он хочет украсть, убить и погубить. Это его цель. Каждому, кто идет в дальнюю страну. Я часто слышал один вопрос, который сам когда-то задавал, и когда задают сегодня люди, ну, я хочу уехать в отпуск, я хочу отдохнуть от этой жизни уже, тут церковь, движение, мне нужен покой, побыть один на один. Может, кто-то задавал такой вопрос себе, разве нельзя быть просто христианином, разве нельзя уйти в кратковременный отпуск от Бога, расслабиться, впасть вплоть на время, накормил, напоил, бросил на диван, пусть поваляется, я буду царем над ней. Братья улыбаются, знают, наверное, о чем я говорю. Я сам могу быть в этом состоянии. И это так. Смотрите, ведь у меня же есть имение, ведь у меня же есть спасение. Ну, я там поваляю себя, я же все равно спасен. А ты знал, что тебе надо сделать, а ты знал, как тебе нужно поступить, то это серьезный уход в дальнюю страну. Я думал об этом, думаю, Господи, как просто все. То есть, можно оправдаться, я же спасен, а теперь у меня в жизни, пусть будет все, как, знаете, по течению. Или я знаю, как мне жить, или я там уже великий, знаете, руководитель, или строитель, или пастырь, или служитель, или просто верующий, который много лет живет в Господе. Нету разницы, кто мы. Есть разница для Бога, что в нашем сердце. В доме ли мы отца, либо мы вышли за территорию. В Слове Божьем, в 13 стихе написано, смотрите, пошел в дальнюю страну, там расточил свое имение, живя распутно. Как часто сегодня просто это происходит в нашей жизни. Мы можем что-то подобное сегодня иметь. Мы можем сегодня иметь деньги, которые нам дает Бог, но мы можем неправильно ими пользоваться. Мы можем закупаться в самых дорогих магазинах, не ожидая ангибота. Меня жена научила, слава Богу. Она меня научила этому. Через нее Бог этому научил меня. Идя в магазин, видя просто дорогую вещь, не спешите ее покупать, потому что потом будет ангибот 50 и 70 процентов. И ты купишь гораздо дешевле, чем ты сразу неразумно потратил, расточил имение, которое дал тебе Бог, зато ты ходишь в самых дорогих вещах. Ангибот. Может быть, перед глазами. Это сегодня так. Он пошел и расточил. Так происходит сегодня с нами в жизни. Это может быть так. Что значит слово распутно? Распутно означает быть на перекрестке дороги. Мы с ребятами сейчас по центру, на центре проходим занятия по сердцу. Перекрестки называются. Что такое перекресток? Это ты всегда упираешься в две дороги. И тебе нужно, нам, мне, каждому из нас, нужно будет выбрать дорогу правильную. Но как же разобраться, что она правильная? Как же понять, что она правильная? Это очень серьезно. Если мы отходим от Бога, мы мгновенно начинаем, что внутри чувствовать? Если мы начинаем грешить, гневаться, не обязательно бросить, сказать, все, Иисус, ты мне не нужен, все, я пойду в другую церковь. Нет, просто прийти домой, быть злым на соседей, на жену, на мужа, на детей, на тещу, на тестя, игально кого. Что происходит внутри? Когда ты в этот момент, в этом состоянии находишься, ты начинаешь что чувствовать? Я не знаю, как вы, я начинаю чувствовать горечь. Мне становится горько. Мне начинаешь, начинаешь чувствовать какую-то боль. Перестаешь слышать Бога, перестаешь его слышать, слышишь только крик, который есть в сердце. Дай мне, чтобы ко мне хорошо относились, чтобы меня уважали, чтобы ду-ду-ду-ду-ду, можно перечислять. Дай мне. Ты не слышишь и не думаешь об этих словах. Выражение, которое для меня ценно стало, невозможно иметь наследство этого мира и Божью праведность. Невозможно иметь Божью праведность и любить этот мир. Греха. Невозможно. Это обман. Сегодня многие люди утверждают, что мы спасены, что мы уверены в Боге, но спасения не имеют. Если задать вопрос, если задать вопрос такому человеку, спасен ли ты, то я вам точно говорю, я уже не раз задавал такой вопрос. многие люди не знают, что ответить, потому что уже проживают имение и уже даже, может быть, его прожили, расточили то, что дал Бог. они не знают, что ответить, потому что уже проживают то, что дал Бог. И, может быть, уже прожили. И смотрите, и состояние, что происходит потом. Смотрите, как эта притча блудного сына, она по-другому, она мне просто мозги повернула, и я увидел, что каждый шаг, шаг за шагом, это моя жизнь сегодня. И потом написано, и настал, в 14 стихе, голод в той стране и начал нуждаться блудный сын. В нашей жизни что-то подобное происходит. Мы начинаем терпеть голод, и потом понимаем, что тупик, и понимаем, что нету шансов, и понимаем, что никто не поможет, и он стал нуждаться. Спасение. Что такое спасение, дорогие? Спасение, это не тогда, когда я говорю, что я спасен, это не тогда, когда я живу во грехе, а это то, когда я спасен и остаюсь на пути Божьем. Не поворачиваю и не оставляю его, даже если я согрешаю, даже если я допускаю ошибки, даже если я притыкаюсь, обманываюсь, обольщаюсь мздой или чем-то другим, похотями, желаниями, я все равно понимаю, что есть дом отца, и я хочу остаться на этом пути, потому что это путь спасения. Путь спасения, это тогда, когда мы с вами остаемся на этом пути. Можно знать о любви Божией, родные, но не переживать ее. Можно знать о прощении, но никак его не применить к себе. Можно говорить о Христе, но не встретиться с Ним. Это так. Это так сегодня может быть. Можно говорить о Христе много, но не иметь встречи с Ним, не иметь этого отцовского дома. Я в доме отца, я хочу. Сын ушел от отца, и он нанялся к человеку. И действительно, он нанялся к человеку вот этой грязи, к тому, кто пас свиней. Свиней. Эти свиньи, это нечистое животное. И знаете, свиня, она всегда голодная. Она способна разорвать даже человека, если она голодная. Я когда-то в своей жизни увидел, когда к бабушке приезжал, папа мой занимался, у него были пару свиней, пару кабанчиков. И когда я увидел, что этот кабан, который просто не вовремя не покушал, курицу такую холодную, и я думаю, ого, так это же не свиня, это же собака. Лев. Лев. Как рыкающий лев. Вот так же сам человек может попасть, и свиня может разорвать. А это сегодня, смотрите, а это прообраз сегодня нашей похоти, нашей плоти, это прообраз этого мира, что как только он чувствует, как только наша плоть чувствует голод, то нас этот мир разорвет. Я хочу так пожить. Быть самостоятельным, свободным, я уверен в себе, я уже знаю, как мне служить, зачем мне этот пастырь нужен, который мне рассказывает, что в эту церковь лучше ходить, там где Слово Божие, читать, пребывать, учить стихи, записывать. Что они пристали со своими записями. Братья на центре любят говорить, я, у меня памяти нету. Как записывать? А тут сразу вариант, как только ты в этом состоянии, как только ты почувствовал вот эту вот уверенность в себе, то будь готов к тому, что свинья, этот мир, эта похоть, этот мир зла, он разорвет каждого. Сегодня молодой юноша, который был у нас в церкви, он ушел, он хотел быть самостоятельным, он перестал читать Библию, и его этот мир разорвал. Многие умирают, мы недавно хоронили, нашего Женю Коха, мы хоронили Славика, но многих людей же похоронили. И это относится и к нам. Это не относится просто к наркоманам, алкоголикам, грешникам. Нет, это относится к нам, верующим. Я думал, блудный сын, это просто грешник и живущий в этом мире, как я. Нет. Это сегодня верующий, как я, может тоже быть блудным сыном. И как ты, и как мы. И это нужно понять. Это нужно ощутить. Это очень серьезно. Сначала человек хочет от жизни получить все, то есть он хочет от жизни взять от этого мира все прелести жизни этого мира, а потом остается ему должен до конца своей жизни. Парадокс, так было в моей жизни. Сегодня мы верующие, можем таким же путем идти. Хорошие работы, беруфы, нету времени на Бога, нету времени в церковь прийти. А это дом Отца моего Спасителя. А где же Он? Где Он? А где я? Вы знаете, сегодня этот мир, он может закрутить голову так сильно, что можно потерять сознание. Можно быть так сильно уверен в себе, что потерять Бога вместо овец мы будем пасти свиней этого мира. Это зло. эту суету, этот обман. И при этом будем уверены, что мы верующие. Так может быть. Никто не давал ему пищи. Ему никто не давал пищи. Этот мир накормит, а потом поставит тебя порванным, ободранным, как того Михаэля, который в штанах дыря выходит и говорит, у меня нормальный образ жизни. Мне так нравится. А сердце его порвано на куски. Когда мы начали говорить, он говорит, да, но я знаю, что у меня здесь есть в сердце. Как мы можем сегодня просто быть на том же пути? Дьявол обманывает. Он дает все, чтобы забрать. Он дает много, чтобы забрать все. И это путь мира. Смотрите, интересно. Галатам 5 глава, 24 стих. Но те, которые христовые, распяли плоть свою со страстями и похотями. Дорогие, это очень серьезное нам с вами подбодрение. Никто не давал. Ты увидел, что ты понимаешь, что ты начинаешь нуждаться. Саша, первый стих, о котором он прочитал. Все труждающие и обремененные, придите, я успокою вас. Бог так же сегодня хочет, чтобы мы поняли, что у меня уже нету пищи. Меня уже не привлекает этот мир. Меня не привлекают джинсы за 100 евро. Меня не привлекает BMW и Porsche, на котором я раньше ездил. Меня привлекает что-то другое. Но иногда могу я в этом запутаться. И как важно сегодня, чтобы Слово Божие, оно нам дал правильный фокус. И вот Галатам 5, 24 написано. Но те, которые христовые, смотрите, что мы делаем. Мы распинаем с вами плоть свою со страстями и похотями. Мы те, которые можем наступить на свои желания и не сказать Отцу, дай мне мое. Вообще, вы мне не нравитесь, я пошел в другую церковь. Там свобода. Так бывает. В последнее время можно этим оправдываться. Но это похоть, страсти, желание быть лучше, умнее, мудрее. Это сегодня то, что говорит Бог. И смотрите, 17 стих. «Придя в себя». Греческий перевод, интересно, слово-синоним «отрезвел», то есть он был пьяный и теперь отрезвел. Вы знаете, как сегодня можно быть пьяным от этого мира, от этой суеты, достатка, радости и всего другого. Можно быть пьяным, вроде трезвый, а пьяный тебя качает, потому что тебя мир так сильно увлек, и ты уже потерял фокус на Бога, на церковь, на все. И здесь, придя в себя, отрезвел. Он стал трезвым. Настал момент истины. Блудный сын понял. Он начал бить себя в грудь. Как написано, Лютер сказал, что бить в себя в грудь, это как будто бил по своему старому образу жизни. Не хотел так жить больше. Не хотел. Он устал его. Он замучил его. Знаете, как часто бывает у нас депрессия. Как хочется просто покоя. Но как важно отрезветь и бить себя в грудь и сказать, я не хочу так жить. Я не хочу, отец, так жить. Я хочу не твое иметь, а я хочу тебя иметь, папочка. Я хочу так сильно тебя иметь, так крепко держаться своими руками за тебя, чтобы никогда не отпустить эти руки. Это очень сильно. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избышествует хлебом, а я умираю от голода. Господи, что со мной? Что со мной, папа? Где? Я же столько лет был верующим. Что со мной? Я Библию читать не хочу, я молиться не хочу. Меня все не такие, я на всех злюсь. Господи, что такое? Почему я хочу комфорт только себе? Почему я о другом не думаю? Почему мне все равно те, которые раком больные, умирают? Почему мне все равно эти наркоманы, мне с ним не по дороге? Сегодня такое есть. Сегодня многие церкви, многие братья говорят, мы так нуждаемся в том, чтобы церковь принимала таких людей. А мы уже прилипли к своим стулем. А у нас уже свой образ. Веры своей. Интересно. Смотрите, очень важно. У нас сегодня блудный сын не сразу пришел к Богу. Он не сразу. Я сто процентов могу сказать, когда мы с сыном начинаем решать какие-то вопросы, я думаю, каждый отец меня понимает. У него начинается гнев, у него начинается раздражение, у него начинается злость. Он начинает быть непослушным, он начинает обижаться, он уходит в комнату, говорит, оставьте меня. И я думаю, господи, как же я похож на него. У нас с женой, когда бывают какие-то конфликты, она говорит, оставь меня, я сейчас не готова с тобой разговаривать. И я так же само. Я не хочу сейчас разговаривать. Пошел, закрылся в ванну или она закрылась в ванну и сидит там, ждет, пока попустила. Точно так же дети, точно так же блудный сын, все так же. Но не сразу он вернулся к Богу. Не сразу он сказал, да! Ему нужно было время. Ему нужно было оценить все. Нам с вами Бог дает время, потому что Бог сказал, на все свое время. Время плакать, время радоваться, время каяться, время. Бог на все дает свое время, родные. И у нас есть Слово Божие, которое для нас может быть зеркалом. И это как увидеть себя в зеркале Слова Божьего. Это покаяние и сокрушение. И это действие не наше, это действие Святого Духа. Помните, как Петр горько плакал. Знаете, сегодня можно грешить, а потом, да! Ко мне недавно один человек подошел, гадость иногда говорил, а потом говорит, да, ну ты меня прости, я просто накурился, анаши. Да ну, ты же знаешь, какой я. Да такое. А помните, Петр? Господи, я тебя предал. Я побоялся за свою жизнь больше, чем за тебя. Господи, я отвернулся от тебя. Он горько плакал. И он стал камнем. Мне часто не хочется плакать. Хочется сказать, я тебя прощаю. А Бог говорит, что мы горько плакали. Он хочет, потому что это сокрушение нашего сердца. Коритфинам 3,18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от слова, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть, смотрите, наша жизнь. Преображаемся. Мы видим себя в Слове Божьем. Родные, сегодня нельзя преобразиться, если мы не будем в доме Отца и пребывать в Слове, не пяти минут нам, о постоянном общении с Богом. Видим ли мы себя в Слове Бога? Или мы уже смотрим на другого? Видим ли мы Бога и Его действия в моей жизни? Или уже привыкли к этому? Вы знаете, это опасное состояние. Родные, я говорю себе в первую очередь, говорю вам тоже, потому что могу быть в оковах собственной суеты, собственного обмана, собственных утверждений, собственного лукавства, и при этом могу не испытывать милость Божью, а Бог хочет, чтобы мы с вами испытывали. Может, ты сегодня уже сидишь в оковах, у тебя депрессия, состояние, ты уже привык, Господи, прости, пошел дальше, опять делаешь то же самое, а нет ухода, ты не чувствуешь милость Божией, ты забыл, что это такое, то Бог предлагает сегодня, как блудному сыну прийти в себя, посмотреть на крест, посмотреть на славу Господню, преобразиться и пойти Божьим путем. Интересно. Нужно сделать шаг. Родные, нужно сделать шаг. Это не просто слова. 20 стих, он об этом говорит. Смотрите, здесь четко написано, здесь четко написано, что нужно что-то сделать. Написано, что блудный сын сделал шаг. Встать и пойти. Он встал и пошел к отцу. Это не только мысль. Я встану завтра. Я завтра уже так делать не буду. Нет. Встать, принять решение и пойти. Вот это состояние, в котором должно находиться сердце верующего человека. Это мое и твое христианство. Это моя и твоя жизнь. Дорогая церковь, братики, сестрички, я просто благодарен, что у нас есть тот Бог, который нас учит, как говорил апостол Павел, не силу в словах иметь, не в боля-боля, а знать, что он придет и проверит мои слова. Апостол Павел сказал, я приду и проверю вашу гордость не в словах, а в деле. И это его слова. Дорогая церковь, Бог нас учит. Учит жить каждодневным решением. Мы с вами должны научаться каждый день принимать решение отказываться. Кому-то от алкоголя, который успокаивает его душу грешную, когда вечером он приходит с работы, и у него стресс дома. Кому-то от наркотиков, кому-то от собственной гордости, кому-то от парнографии, которая увлекает эту жизнь, кому-то от самоудовлетворения и многих других вещей. Кому-то от денег, кому-то еще от чего-то. Это сегодня пороки. А Бог говорит, через слово, через мою славу, ты можешь это оставить. И вот здесь встану и пойду к отцу, приму решение до конца жизни быть в доме отца и никогда не предать его. Смотрите, интересно, что происходит. Бог нас учит жить, и мы с вами можем об этом даже не думать, но при этом быть в этом процессе возвращения. Мы можем не иметь этого процесса, но можем быть в нем, а нам нужно иметь этот процесс возвращения. Блудный сын, он шел в одну сторону, он почувствовал, понял, оценил, и он имел процесс возвращения, он вернулся к отцу, не к его имению, не к тому, что у него было, а он вернулся к папе. Как важно сегодня, чтобы мы это понимали. поэтому я и назвал вернись домой. Сегодня мы можем думать, что мы дома, но мы можем быть далеко от дома. Дорогой друг, просто церковь, братья, сестры, где сегодня стоим мы с вами? Почему сегодня, может быть, не так стало дорого и ценно церковь, Бог, как было раньше, как в момент, когда я покаялся? Почему что-то стало меняться? Господи, помоги мне это понять, где я? Что делаешь ты? Что делаю я? Чем живешь ты? Чем живу я? Чем живем мы церковь? Братья, гости, друзья, кто пришел, может быть, в первый раз, счастье не иметь то, что есть у отца, а счастье иметь папочку Бога, Великого Спасителя. Это великая истина Божия, которую Бог открывает всем поколениям от начала и до сегодняшнего дня. Великая истина это Бог наш. И сегодня Бог видит издалека. Он видит разбитое сердце, мое твое, Он видит печали, неспокойную нашу совесть, осуетившиеся наши жизни, Он видит потерянные права, когда сын уходит из дома отца. Знаете, что он делает? Он теряет права Бога. Видит утерянные права. Он желает, чтобы у нас с вами произошло то, что произошло с блудным сыном, чтобы блудный сын вернулся, чтобы он сделал шаг. Смотрите, интересно, он сказал такие слова, я не достоин уже называться сыном твоим в 19 стихе, он сам себе вынес отца, он не имел права это делать и должен был наказан смертью быть. Сегодня то же самое может быть в нашей жизни. Он вынес сам себе приговор. И смотрите, интересно, и он хотел, прими меня в число наемников, и Галь, я буду в наемниках у отца, только в доме отца, даже наемником. Когда сын вернулся, он понял, что раньше ему нужен был хлеб отца. Ему нужно было что-то отцовское, а теперь ему нужен папа. Знаете, как мне нравится и ценно, когда Даник мой приходит ко мне, обнимет меня, и так, знаете, как он показывает, вот так, это значит, я тебя люблю, папа. Мы так иногда с ним пересматриваемся, да, Данька? Так, я тебя люблю, он мне покажет, я ему. И это очень важно, это понимать, это важно понимать, это важно понимать, что я буду его воспитывать и даже наказывать, но я хочу его научить, чтобы он понимал, что не то, что папина ценно, а папа ценен, потому что папой может быть не быть скоро, а может раньше, а может позже. И потом приходит понимание, я так хотел просто быть с папой, а его уже нет. А он уже так далеко от меня, я так далеко ушел от него, я так далеко ушел от своего папы, от Бога. когда он был еще далеко, отец увидел его, он сжалился, 20 стих, он сжалился и побежав, пал ему на шею и целовал его, какого прекрасного, дорогие братья, сестры, мы с вами имеем нашего Бога, который видит и знает наши греховные сердца, но при нашем грехе он ожидает нас, нашего осознания, чтобы побежать нам навстречу, упасть на шею, целовать и подарить что-то больше того, что я имею. Подарить отцовство, подарить самое дорогое. Это действие, о котором мечтает каждый сын, который пришел в себя, помню, как долгое время, я уже вам говорил об этом, я был без отца, и у меня было такое тяжелое состояние, я не понимал, как мне быть, как мне жить, я не знал, как принять эту веру, как пойти за Богом, как оставить все в своей жизни, и я помню, когда я подошел ко Христу и сел у креста на такой горе, там в городе Людушат, есть такая гора, там про образ Голгофы, я поднялся неоновый крест, тут щебенка, я помню, присел, когда жена была в депрессии, когда она была в серьезных страданиях, когда она принимала антидепрессанты, когда она потеряла вообще фокус на Бога, я не знал, как мне быть, я сел и плакал у креста, я говорю, папа, я так хотел бы, чтобы ты меня обнял, я не думал о тех словах, о которых я, что я когда-то скажу эти слова, я не думал о том, что я когда-то скажу, папа, я нуждался в тебе, но пришло время, я сказал их, я нуждаюсь в тебе, дорогое, что получил я, я почувствовал, как будто ко мне кто-то прикоснулся и в этот тяжелый момент меня обнял, мне захотелось молиться, я стал молиться, открыл глаза, до этого момента было темно, тучи, дождь, когда открыл глаза, вышло солнце, знаете, я почувствовал что-то особенное, я почувствовал вот эту любовь отца гораздо выше и больше отцовской любви, но как важно было мне в этом признаться, Господи, я нуждаюсь в тебе, Иисус, я хочу быть в твоем доме, осознание приводит к великому действию, Бог бежит навстречу, Он падает на шею, Он целует, Он дарит подарки, а отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку и обувь на ногу его, на ноги его. Дорогие, это дорого. Лучшая одежда это прощение, а не протертые и порванные джинсы, модные джинсы. Это лучшая одежда, Бог говорит, лучшую одежду одень в церковь, ты прощен, ты сын мой, лучшую одежду имей, потому что Бог, лучшая одежда для Бога, это, видимо, знак прощения. Перстень это символ, это принадлежность к царскому дому, это я принадлежу к Богу. Рабам прокалывали уши, сегодня многие прокалывают уши и вставляют такие сережки с такой дыркой. Это видимый знак раба и сатаниста. А Бог одевает перстень золотой. И это символ усыновления. Это видимый знак для многих, что я являюсь его сыном, а не рабом. Обувь это не кандалы, это не наручники. Обувь это освобождение от рабства. Обувь это видимый знак, что я имею обувь ходить по этому миру в свободе Иисуса Христа. Это не кандалы греха, похоти, страсти. И интересно, 23 стих написано и приведите откормленного теленка и заколите жертва, принесенная за грех. Это Иисус Христос, который умер за меня и за тебя. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего и народного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Отец отдал Сына Своего. Он пожертвовал самым дорогим. И смотрите, я себе написал, жертва это не подачка Богу. Аминь. Жертва это не подачка. Боже, на тебе, Боже, что тебе не гоже. У меня нету времени, для тебя это подачка. Жертва это жертва. Я пожертвовал своим временем. Я знаю, что завтра церковное мероприятие. Я знаю, что завтра важный день церкви. И не важно, сколько ты работал, 10 или 20 часов, если у тебя завтра или вчера был выходной, тебе нужно быть в церкви, потому что это жертва. Потому что Иисус Христос пожертвовал своим самым дорогим Сыном ради тебя и меня. 24 стих. Ибо этот Сын мой был мертв и ожил, пропал и нашелся. Бог желает сегодня, чтобы мы нашлись. Бог желает, чтобы мы не были потерянными. Бог желает, чтобы мы были найденными. Смотрите, там дальше написано и начали веселиться. Начали веселиться, это признак восстановления отношений с Богом, где есть радость, любовь, где есть радость по возвращению блудного сына, когда к нам приезжают ребята, приходят, я так радуюсь, что вы радуетесь, и мы как церковь вместе радуемся, когда они каятся, оставляют наркотики, оставляют все и возвращаются домой. Это радость, это веселье, когда восстанавливается в церквях, восстанавливает отношения с Богом и верно служат, будучи настоящим сыном, а не рабом. Может, есть те, которые сегодня служат, но не имеют близости с Богом, с Отцом, имеют высокие требования к другим, а не к себе. Для таких тоже есть место для Христа. Для таких тоже есть место у Христа. Они могут прийти к алтарю, они могут прийти в молитве, они говорят, да, Господи, может, кто-то нуждается в покаянии, кто потерял отношения с Богом и желает возвратиться. У Христа есть место и для таких. Если здесь есть грешники, и вы вообще уже забыли о Боге или не помнили, просто знали о Нем, и у Бога есть место для тебя у алтаря, Бог ждет и зовет. Может, ты уже возгордился и еще что-то, ты можешь подумать об этом. У Бога есть место. Может, твоя праведность, она точно такая же праведность, как праведность парисеев. И у тебя есть, и у Христа есть место для тебя. У Иисуса есть место для каждого. Дорогие, дорогие братья, сестры, Бог сегодня готов выбежать навстречу тебе ко мне. Бог бежит навстречу. Представьте эту картину. Мы встаем, Бог говорит к сердцу, мы выходим сюда молиться, может, будет сейчас играть музыка, можно будет включить, можно будет подумать немножко о своей жизни и представить себе картину. Я вышел, я иду, а Бог бежит ко мне навстречу, обнимает меня, потому что Он хочет меня принять, вернуть, дать силы и дать прощение. Это может быть самый дорогой подарок прощения, усыновления и свободы. вопрос готов готов ли ты готов ли мы да благословит нас дорогие наш Иисус Христос Бог наш великий иметь Отца а не нужду в Отцовском чтобы мы с вами имели свободу в Иисусе Христе а не были рабами чувством свободы пусть нас Бог в этом благословит